Повышение профессиональной компетенции, применение новых приемов и техник, освоение современных технологий. В каждой профессии важно постоянно оттачивать свое мастерство, чтобы двигаться вперед и делать качественный продукт. Касается это и сферы культуры. Вас беспокоит. Татьяна, подскажите, пожалуйста, что у нас с фильмом «Птица в клетке заражения» будет, не будет? Администратор кинотеатра «Арктика» Екатерина в прошлом году уже прошла обучение по направлению управления кинопоказом. Для молодого специалиста, редкого для нашего региона профиля, это был большой опыт. Ну вообще обучение было очень интересным. Сам, наверное, главным плюсом было то, что преподаватели, педагоги у нас были практики. То есть это действующие люди, работающие на данный момент в кинематографии. Действительно, повышение квалификации – это всегда хорошо. Тем более, когда есть возможность получать новые знания, этим моментом всегда нужно пользоваться. То есть если тебе предоставляется возможность получить новые знания, усовершенствовать себя как специалиста, как специалиста – это прямо очень важно. Это обязательно нужно. Обучение всегда приносит новые идеи и художественные решения, которые зрители с удовольствием могут оценить, приходя на концерт или праздник любимых учреждений культуры. Эта возможность доступна культработникам третий год подряд в рамках нацпроекта «Культура». В текущем сезоне в его рамках планируется обучение 27 специалистов по разнообразным направлениям. Особенностью нашей работы является то, что мы постоянно должны зрителю давать новое впечатление, новый продукт, культурный продукт. Поэтому обучение сотрудников наших является одним из приоритетных направлений Дворца культуры Арктика. И в этом году мы по национальному проекту «Культура» продолжаем обучение своих сотрудников и будут направлены 8 сотрудников по направлениям таких, как режиссура, инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство. Подготовка специалистов будет проходить в дистанционной форме восьми крупнейших институтах культуры и Саратовской консерватории. Екатерина Дементьева, Антон Годряков, Телеканал «Север».